Денис приехал к нам в город Красноярск. Недавно он вернулся от Нижнего Новгорода с кубком НЛС в руках вторым подряд. И вот пресса Красноярская дождалась его. Сейчас он с ней пообщается, с ними. И потом мы поговорим уже о своем узком кругу. В воскресенье Денис выступал в Нижнем. Сегодня четверг, мы его поймали, его дождались, когда он к нам в город приедет, побеседовать. Сколько машин выступало? 13 машин. А в предыдущем этапе? Больше, меньше? Одна-две машины, плюс минус куда-сюда. Ну, а относительно начала сезона, это сколько? Автомобили прибавляются, люди тоже прибавляются. В следующий год приблизительно рассчитываем, что будет 15-17 автомобилей. Процент так. Начинался год со скольки, Волк? 10. 10. Ты в целом гонкой доволен? Конечно, доволен. Результатами очень доволен. Вот фальстарт, что это было? Нервы или техническая ошибка в расчетах? Нервы. Нервы. Но он был, ты признаешь его? Конечно, признаю. Флаги. Вот у нас по-другому. Я сначала не понял, почему не остановили всю гонку. Оказывается, в Нижнем Новгороде правила другие. Говорят, тебе махали. Ты флаги не видел по какой причине? Не подчинился, точнее. Не подчинился по причине того, что не заметил флаг. Это признаю. Немножечко еще не привык к той системе, что флаги показываются не с земли, не с уровня человеческого роста, а с вышки. То есть, как бы, ну, это учту, в следующий раз буду смотреть. Просто не привык к тому, что мне показывают флаги. Старался не допускать каких-то ошибок, не совершать ошибок. Ну, вот, есть такое дело. Ошибку сделал, флаг не заметил. Нет привычки. Хорошо. Машина, твоя машина, она вот ездит, так скажем, собирается она какими-то отдельными руками из отдельных запчастей или ее собирают? Собирается, конечно, отдельными руками из запчастей, которые продаются в магазине. Просто они немножечко дорабатываются теми людьми, которые собирают мне автомобиль. То есть, механиками. Но запчасти все стандартные. То есть, есть там что-то такое, что отличает ее от других машин, выступающих в этой же серии? Чему она так едет? Нет, в принципе, ничего другу. Ничего там нет. Чего-то неестественного. Все сделано в рамках технических требований, технического регламента. Почему она так едет? Ну, все зависит от пилота. Вот НЛС прошел второй сезон, второй раз ты забрал кубок, увез его в Сибирь. И лично меня интересует, у тебя есть какой-то, ну, не надоел ли тебе НЛС, разочарование, что ли, какое-то есть? Или наоборот, подъем? Какие чувства по поводу этого СПДш? Вроде там уже добился, показал себя. Надо оно тебе дальше или не надо? Нет, ну, пока люди прибывают, пока интерес у гонки очень большой. Соответственно, у меня интерес тоже. Дальнейший интерес все-таки улучшать, улучшать время. То есть, не знаю, добиться чего-то большего по времени. Ну, и все-таки мастерство тоже, накат, он с каждой гонкой прибавляется. Какое-то я чувствую, что можно еще сильнее, еще быстрее. То есть, азарт, все-таки больше чувство азарта, чем чувство такой уже равнодушия. Конечно, и те же ребята, которые в Нижнем Новгороде, молодые ребята, вновь прибывшие ребята, они с каждой гонкой накатываются, накатываются. То есть, с ними все сложнее, начинают... Интереснее конкурировать становятся. Конечно. И они накатываются, собственно говоря, об тебя. Да, и они смотрят на меня, и за счет этого накатываются и тянутся ко мне. Ну, и было бы интересно, если бы они тоже так же, как и я, вкатились, и наши силы уравнялись. Играть на равных. Играть на равных, конечно. Ну... Плотная, чтобы была борьба. Вот ты живешь в Ачинске, там нету даже гоночной трассы, тебе тренироваться негде. Когда ты успеваешь, ну, руки-ноги, грубо говоря, голову накатывать? Ну, во время тренировок, вот именно, непосредственно перед своими соревнованиями. То есть, только в Нижнем, только на Нижегородском кольце? Ну, не только, скажем так. Есть же еще соревнования, ты сам знаешь... Автокроссы. Есть у нас автокроссы, подром, которые, в принципе, ну... Летом ты в автокроссе не катался? Ну, катался две гонки. Но это недостаточно. Ну, больше не мог летом кататься, есть на то свои причины. Вот. Ну, есть у нас зимние подромные гонки, которые, в принципе, очень похожи на кольцевые гонки. В которых тоже идет очень такая хорошая тренировка. И на эти гонки ты ездишь в два других города, потому что в собственном городе кататься негде. Ну, пока негде, да. Один, да. Двукратный обладатель Кубка НЛС у себя трассы не имеет. Ну, пока не имеем, но в ближайшем будущем, может быть, что-то получится. Я знаю сейчас, что твоя машина там в нижнем разобрана по косточкам. Как-то откомментирует, а какие чувства ты испытываешь? И что ты можешь сказать по этому поводу? Чужими руками разобрана, насколько я знаю. Чужими руками разобрана, стоит в чужом гараже. Уехала туда на чужом эвакуаторе. Скажем, после соревнований машину всю опечатали, всю обломбировали. Собрали ее у меня. Сейчас идет техническая инспекция. Всю машину вскрыли. То есть каждый там винтик, болтик, все промеряют, все меряют, переживают. Ночами не сплю, волнуюсь. Результаты пока еще не знаю этого вскрытия. То есть, ну, предварительные какие-то результаты есть. Но вердикта пока еще никакого не слышал. По результатам четырех этапов тебе очков хватало, чтобы в нижний не ездить на пятый этап, не выступать. Ты поехал. Я добавлю вторую часть предложения. Поехал на свою голову. На свою голову, наверное, да. Почему поехал? На свою голову, не на свою. Это будет ясно чуть-чуть попозже, после технической инспекции. Но в любом случае поехал, потому что знал, что здесь усидеть не смогу. Когда там махать флагами, да? Когда там старт, когда там адреналин, когда там ребята, друзья, которым, в принципе, нужна была поддержка моя, даже просто в виде присутствия. Ну, понимал, что даже если просто в виде присутствия туда приеду, то уже удержаться не смогу, обязательно сяду за руль. В принципе, как и получилось. Вот. За руль сел. Ну и на свою голову поехал. Сделал, как я считаю, и, как говорят люди со стороны, очень интересную гонку. Вот. Конечно, были ошибки. Не знаю, но в любом случае не жалею, что сел и поехал. Пятый этап. Вот самое главное, ты, как себя человек чувствует? Не жалеет? Говорю, не жалею. Если бы еще раз сел бы и поехал. Скажи всем, почему ты нынче не поехал участвовать в Винтарном круге? Ну, ты знаешь, есть у меня на это как бы веская причина. У меня сгорела квартира, вот, скажем так. Не только у меня четыре квартиры, соседи мои тоже пострадали. Ну, это выбило немножечко из колеи и материально, и морально. И два последних этапа в Нижнем ты докатывал, как котята в сказке «Кошкин дом». Семья жила где-то в другом месте, а ты, в смысле, на постой у других людей, а ты все равно ездил в Нижний кататься. Ну да, живем сейчас на чемоданах, как цыгане. И сегодня здесь, завтра там. Вот, ну, в любом случае, скажем так, тот этап, который я начал, тот кубок, который я начал бросать уже, смысла не было. Нужно было его обязательно докатывать. Вот, и, в принципе, откатал. Сейчас вот через два дня будет праздник, День автомобилиста. Скажи какой-то посыл автомобилистам, знакомым, незнакомым, соперникам, соратникам. Как им прожить следующий год весь? Ну, я это спрашиваю, потому что для некоторых, я знаю, ты уже примером являешься. Вот, что пример скажет? Не знаю. Самое главное всем, конечно, здоровья. Потому что это очень, очень важно. Всегда быть внимательным, уступчивым, добрым, доброжелательным. Ну, не знаю, что еще. Просто всем всего хорошего, мира и добра. Копова. Работа. Алистралт. Семё. Продолжение следует...